Выставляем варп-маркер. Это такая желтая точка вот здесь наверху. Как-нибудь более детально про варп-маркер я еще сниму видео. Йо, всем бит-народ! С вами Никита Бурый, aka DJ Ник Браун. Это уроки битмейкинга. И сегодня мы поговорим про одну очень важную функцию Ableton, без которой вообще невозможно сделать практически ничего, по крайней мере ровно. И мы сегодня будем говорить с вами про Time Stretch, то есть растягивание времени. И функция, о которой мы сегодня будем говорить, называется War Marker. Ну что, заставочка и погнали! Итак, я уже выбрал сэмпл. И если я включу метроном и сэмпл, то мы увидим, что сэмпл с метрономом вообще никак не сочетается. И давайте послушаем. Просто... Окей, понятно, да, что у нас сэмпл никаким образом не сочетается с метрономом. И мы сейчас это будем исправлять. Первое, что нам нужно сделать, это, конечно же, включить кнопочку Warp. И у нас здесь появились уже деления, как вы видите. И наша задача найти первую долю. То есть, откуда этот сэмпл начинается. Метрономчик выключу. Почему-то стал быстрее играть. Но такое бывает. Это нормально. И мы сейчас будем эту всю историю ровнять. То есть, вот у меня первый сэмпл, с которого все начинается. Первый удар. Да. И я здесь ставлю первую точку. Нажимаю правой кнопкой мышки. И у меня здесь появляется такая штучка. Set 1.1 here. То есть, задать единицу с этого момента. Теперь нам становится намного удобнее. И мы видим, что практически сэмпл уже начинает соответствовать нашим ударам. Но я выделяю каждую сильную долю. И начинаю ровнять. То есть, вот у меня есть этот хэтик. Он должен играть на двоечку. Вот этот хэтик на четверочку. Ну, соответственно, мы вот таким образом все это дело двигаем. Ну, наверное, вот так. Два такта сделаем. Да, вот такой фрагмент оставим. Нам все равно для примера. Поэтому будет достаточно ясно. Так, здесь включаем луп. И проверим теперь, как оно сочетается с метрономом. Неслишний фрагментчик. Вот, теперь это все как бы сходится. Теперь у нас все работает. И мы подвинули все под метроном. Но теперь давайте посмотрим на некоторые функции варпинга, которые нам могут помочь. Да, и посмотрим на настройки, да, более детально. И разберемся, какие бывают настройки. Первое, на что стоит обратить внимание. Вот у нас эта колоночка варп. И в этой колоночке у нас есть signature BPM. То есть, вот если мы ставим на точку, на разной точке, видно, что разный BPM. То есть, он меняется, потому что мы растягивали немножко темп. И вот здесь вот, в этом фрагменте, условно, 83 BPM. Ну, давайте не будем вдаваться в подробности. Самое главное, чтобы вы слушали на слух и понимали, что у вас все сходится с метрономом. Это самое главное. И дальше мы посмотрим чуть ниже. У нас здесь есть несколько режимов этого варпинга. Как вы увидели, у меня по дефолту стоит комплекс. Сейчас я более детально расскажу о том, про каждый из этих режимов. Но прежде чем мы начнем, нужно понять, почему у меня стоит комплекс. У вас наверняка будет стоять beats. Это меняется в настройках. Мы заходим в настройки, ворп. И вот здесь мы дефолт ворп мод. У меня стоит комплекс. Комплекс это такой режим с минимальными погрешностями. Поэтому здесь также можно еще настроить, чтобы автоворпинг был. Я его обычно выключаю, потому что в любом случае все сэмплы потом приходится реворпить, так сказать. Поэтому вы можете включить, можете выключить. Но по дефолту, по-моему, оно как-то вот так выглядит. Но я уже не помню. Я себя обычно сразу меняю, потому что все это дело делаю вручную. Поэтому здесь понятно, дефолтный режим можно поменять. Выбрать более удобный для себя режим. И поставить тот, который вы будете использовать чаще всего. Соответственно, дальше поговорим про режимы. Beats. Режим beats. И... На самом деле, может быть, не очень слышно. Но смысл в том, что в режиме beats все равно есть некоторые искажения. И этот режим больше подходит для ударных. То есть, если вам нужно разворпить ударные, это будет самый идеальный вариант. Соответственно, он поэтому и называется beats. Дальше. Tones. То есть, теперь... Теперь, если я буду вытягивать какой-то сэмпл, он будет по тону спускаться ниже. То есть, такая вот история происходит. Так, Ctrl-Z сделаем. Вот. И здесь можно grain size настроить. То есть, чтобы больше было вот этой вот... Да. И тогда, таким образом, мы можем настроить, вот если вам нужно поработать именно с тонами. Текстура. Слушайте, такой... Ну, реально работает с текстурой. Не знаю даже, как это объяснить. Но смысл в том, что мы, изменяя ворп-ноту... Видите, меняется текстура самого звучания. Соответственно, здесь тоже можно вот эти штучки покрутить. Да, чуть-чуть меньше, да, становится этого искажения. Но, в целом, если мы поставим, кстати, все на ноль. Вот. Вот такое можно с этим делать. По-моему, подошло для какого-нибудь low-fire. Это бы отлично подошло. Движемся дальше. Re-pitch. Вот прям вы услышите, как понижается сэмпл. Вот, соответственно, если вам нужно сделать меньше тон, вы можете использовать re-pitch. Но, честно скажу, я вот очень редко использую и текстуры, и tones, и re-pitch. Чаще всего я использую либо beats, либо complex. Complex это как раз... Сейчас... Complex это как раз у нас минимальное количество искажений. То есть, максимально чисто у вас получится поработать с этим сэмплом. И complex pro, когда мы можем здесь еще настраивать форманту и огибающую. Но я, опять же, скажу честно, что я сильно этим не пользуюсь, потому что достаточно хватает и в дефолтном варианте это все. Вот. Собственно говоря, вот так работает варп-маркер. Еще его можно использовать, я об этом уже говорил, в видео про три секретные фишки drum rack. И я в том числе говорил про варп-маркер, потому что варп-маркер является некой меткой, по которой мы с вами можем сделать slice to new midi track. И теперь у нас появились... Теперь у нас появились слайсы. Да, и теперь этим всем можно играться. Соответственно, эту штучку можно использовать не только для того, чтобы вот таким образом подготавливать сэмплы. Хотя без подготовки, вот этой предварительной подготовки, подстраивания сэмпла под ваш темп, без этого, конечно, никуда. Я еще использую эту функцию, когда, например, мы записали две дорожки вокала, и нужно эти все вокалы соединить прям идентично максимально. Это очень крутой инструмент для того, чтобы вот прям делать дубликат дорожек вокала прям белиссимо. Это подходит. Поэтому вот такая вот штука, она очень полезная, без нее никуда. И реально я каждый раз, когда работаю с сэмплами, использую эту тему. В общем, вот такой получился урок. Напоминаю вам о том, что можно записаться на онлайн-уроки по битмейкингу. Все ссылочки есть в описании. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если вдруг этого еще не сделали. Ну а мы с вами еще увидимся. Peace! Субтитры сделал DimaTorzok